Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь в гостинице Гранд Парк Кемер, который находится в поселке Бельдебе. Вернее, между поселком Бельдебе и поселком Бюнюк. Смотрите, постараюсь показать вам все детали данной гостиницы, плюсы и минусы, ну и рассказать свое мнение по данной гостинице. Поехали! Пол гостиницы Гранд Парк Кемер. Пол невысокий, сразу с правой стороны у нас лобби-бар. Слева отхода находится ресепшн гостиницы Гранд Парк Кемер. Время заселения и выселения указано. Так, смотрите, значит, по алкоголю. В концепцию гостиницы входят и местные алкогольные напитки, и импортные. По информации, которую нам дала представитель гостиницы, значит, весь тот алкоголь, который находится на нижней полке, он входит в бесплатную концепцию, а тот алкоголь, который на верхней полке, он идет уже за доплату. Друзья, я показываю вам санузел в номере гостиницы Гранд Парк Кемер. Смотрите, значит, есть, естественно, умывальник, вся косметика. Есть у нас душевая кабинка. Все идеально чистое. Интересный номер. А вот так вот дальше выглядит номер. Это номер стандарт в главном корпусе с видом на море. Полностью реновированный номер. В принципе, нам сотрудника сниса сказал, что во всех номерах провели такую вот реновацию. Очень приятный, красивый номер. Есть такой вот телевизор. Друзья, ну и смотрите, вот такой вот отличный вид на Средиземное море. Балкон достаточно просторный. Есть, естественно, стульчики, где можно посидеть, мягенькие. Вообще супер. Чайный набор в номере гостиницы Гранд Парк Кемер. И мини-бар. Единственное, что летом не будет, это пиво. Все остальное будет пополняться в мини-баре ежедневно. Друзья, вот выглядит таким образом территория гостиницы Гранд Парк Кемер. Смотрите, ну в 2019 году гостиницы сделали очень большую реновацию. Номерной фонд обновили весь. Даже плитку возле бассейна тоже обновили. Территория светлая, приятная. Здание самой гостиницы снаружи выглядит просто идеально. Отличная фотография здесь получится. Вообще просто как бы то, что я вижу. Смотрите, в целом по всей территории. Мебель. Мебель белоснежная. Смотрите. Абсолютно все новое. Мягкие сидушки. Вообще класс, супер. Очень удивлен данной гостиницей, именно ее видом. Именно в 2019 году, когда она просто полностью обновилась. В целом по гостинице, что хочу сказать вам. По прошлым сезонам это бетселлер. Можно так ее назвать. Среди наших туристов. Все туристы абсолютно довольны и сервисом, и качеством данной гостиницы. Друзья, сейчас вам показываю пляж гостиницы Гранд Парк Кемер. Смотрите. Сам пляж, вот основная его часть, это мелкая галька возле самой территории гостиницы. Показываю, как это выглядит. Вот это вот галька. Вот она, меленькая-меленькая галька. А вот, друзья, смотрите, дальше у нас мы подходим к самому морю. И здесь все-таки, ну, я бы так бы назвал, галечный песок. В общем, все равно он комфортный для входа. И самое главное, смотрите, для региона Бельгиби здесь полностью вычищен заход. То есть, самое начало ухода в море полностью вот такой вот фракции песчано-галечного покрытия. Смотрите, значит, ход очень пологий. Просто отлично будет для деток здесь заходить. Есть, там он пирс. Там на пирсе есть кабаны, они платные. Ребят, просто идеальное покрытие для того, чтобы вы здесь проводили отдых с вашими детьми. Водичка абсолютно прозрачная, несмотря на то, что вот это песочек такой вот. Водичка просто идеально прозрачная. И очень приятное отношение этой гостиницы к гостям. Я думаю, у вас будет тоже все отлично, если вы выберете данную гостиницу для своего отдыха. Потому что в этом году она стала просто еще в 10 раз лучше по сравнению с прошлым годом. Еще раз повторю вам, друзья, что это уникальное явление, в принципе, для региона Кемер, чтобы был вот такой вот заход в море. Для деток идеальное решение просто-напросто. Даже для взрослых это идеальное решение, потому что, смотрите, как бы некоторым, может быть, не нравится галечное покрытие пляжа. Вот, то здесь у нас и песчаные покрытия пляжа, ну, мелкофракционная галька, я бы так назвал, и идеально чистая водичка, спокойная водичка. Пологий заход в море. Друзья, я еще не видел лучшее место, лучшего пляжа в этом регионе. Ну, за исключением там гостиниц вип-уровнях, где совсем другой ценник, вот. А гостиница Гранд Парк Кемер, она и в ценнике, реально классная гостиница, и в качестве, и в сервисе. Друзья, я не знаю, как назвать тут еще что-то для того, чтобы вам было все понятно по этой гостинице. Смотрите, по прошлому году у нас туристы отдыхали в данной гостинице, все были на позитиве, когда возвращались с нее, особенно по питанию в данной гостинице. Вот, то есть были и раки, и мидии. В общем, морепродуктов было вполне достаточно для такого уровня гостиницы. Поэтому напишите в комментариях, друзья, именно вот ваше мнение по данной гостинице, особенно если вы едете в эту гостиницу Гранд Парк Кемер в 2019 году, когда она прошла достаточно хорошую реновацию. Не только номерной фонд, а и территория. Поделитесь с нами вашим мнением, мы все это читаем, и читают любые другие наши туристы, и не только наши туристы, и наши подписчики. Потому что здесь, на нашем канале, всегда только реальная информация. У нас 360 номеров, из них 50 сьютов, то есть 1 плюс 1, двухкомнатные номера со смежной дверью для фэмили. Размещение там идет 2 плюс 2, то есть максимум 4 человека. Плюс, если маленький ребенок, который может поместиться в детской кроватке, можно маленького ребенка взять. Мужчин мы размещаем в любом их виде и количестве. Это может быть 2 мужчины, 3 мужчины на одной кровати, на френч 5, как они хотят, они могут спать. То есть у нас в отеле этой проблемы нет. Стандартные номера, сейчас вы видите один из стандартных. Стандартный у нас френч бэк плюс кресло, если это 2 человека. Если 3 человека, то это френч плюс 1 кровать, либо 3 односпальные кровати. Стандартные номера у нас идут по размеру 24-27 метров квадратных. Номера, половина выходит на ландшафт, половина выходит на море. В стандартном номере вы сказали либо 2, либо 2 плюс 1 и... Там получается либо френч плюс односпальная, либо 3 односпальных, либо 1 френч и креслица. Ага, есть и кресло-кровать, да? Оно раскладывается? Оно раскладывается, но оно не предусмотрено, чтобы спали. То есть если вы хотите кровать, мы приносим вам односпальную кровать. Ну то есть 3 взрослых кровать? Да. То есть это получается френч двуспальная, еще односпальная. То есть 3 помещаются. Номера 50% выходит на ландшафт, 50% выходит на море. При резервации желательно, чтобы вы указывали, куда наши гости хотят на море, либо на ландшафт. Они у нас продаются отдельно. Севью и ландвью, они по цене разные. Также есть категория эко. Эко находится в соседнем здании. Это главное у нас здание, соседний корпус называется «Анекс». Чем они отличаются? Он где расположен? Он на первой линии, да? Нет, они вот так вот идут. То есть один друг за другом. Друг за другом. Эко номера, чем отличаются от стандартов? Они находятся все на первом этаже и с французским балконом. Ремонт точно такой же, размер точно такой же. Больше никаких отличий нет, только тем, что маленький балкон французский. По территории отеля. Территория отеля 20 тысяч квадратных метров. На территории 4 бассейна. Один закрытый с подогревом. Большой открытый бассейн без подогрева. Бассейн с горками. Три горки находятся. Для больших одна маленькая. И детский бассейн. Деткам при заезде мы даем рыбку живую в аквариуме. Она живет на протяжении всего отдыха, отпуска. Плюс мы выдаем корм. То есть дети наблюдают за этой рыбкой. Если с рыбкой что-то не так, мы говорим, что мы ее отвозим в больницу. И потом даем другую похожую рыбку. Золотая рыбка? Золотая, да. Маленькая. А-ля-карт. У нас два ресторана а-ля-карт. Один на пирсе. Это рыбный ресторан. По поводу стоимости. Будет примерно 20 евро. Так они еще не открыты. Точно я ничего не могу сказать. Но будет где-то в районе 20 евро. То есть платный. Второй а-ля-карт. Это международная кухня. Такая же стоимость примерно будет. Он тоже с видом на море. Например, питание у нас 24 часа в сутки. То есть постоянно открыт фудкорт. Ланчбоксы мы не выдаем. Потому что открыт фудкорт. И вы можете там поесть и первое, и второе, и третье. То есть все абсолютно есть. И горячие, и холодные закуски. Без ограничений горячие напитки. И холодные, но безалкогольные. Алкоголь сервируется до 12 ночи. После 12 все платное. Все алкогольные напитки. У вас все включено, да? Да, all inclusive, не ultra all. Но по питанию я вам так скажу, что у нас очень большой выбор морепродуктов. Очень большой выбор пахлавы. У нас своя шоколадная комната. Поэтому можно сказать, что на уровне ультра. То есть все очень остаются довольны. Раки в этом году тоже будут? Раки, да, шоколадная комната. Раки, мидии, устрицы. Все это есть. Постоянно каждый день на ужин. И в принципе неограниченно. Всем достается. Придете в 6.30 или в 9 уже под конец. Как бы все довольны. У нас своя кондитерская. Кстати, я вот туда отведу. Попробуйте, угаситесь. Мы сами производим абсолютно все пирожные, все сладкое, все пахлаву. И народ, честно, в восторге. Даже есть люди, которые покупают. Минивар. Минивар у нас бесплатный. Пополняется каждый день. Софт-дринкс. В данный момент вы видите пиво. На пиво не смотрите. Потому что пиво на зимнем концепте. Когда он закончится, им перестанут пополнять. То есть, когда будете продавать отель, говорите, что софт-дринкс. Там кола фанта спрайт, вода, соки. Сейф бесплатный. Вай-фай по всему отелю бесплатный. Ловит на побережье, ловит в комнатах, ловит абсолютно везде. В номерах халаты выдаются бесплатно, тапочки выдаются бесплатно. Буклет меняется каждый день. То есть, это шампуни, набор для бритья, расчески, все-все-все. Зубные щетки, все выдаются совершенно бесплатно и меняется. По желанию. По деткам. Детское питание у нас есть, баночное питание у нас есть, питание для вегетарианцев у нас есть и диетическое тоже. Никто голодым не останется. Коляски, кашки есть, коляски, водоем, сутки стоят 10 евро. Стульчики детские есть в ресторане, кроватки есть, это все бесплатно. Выдаются только коляски, сдается на день, сутки 10 евро по стоимости. Горшки тоже есть. Горшки есть, это тоже все бесплатно совершенно. Для детей у нас мини-клуб работает с 10 утра до 8 вечера, детей берем с 4 до 12 лет. Для детей детская площадка открытая, закрытая, у них там своя дискотека проводится. По поводу шоу программ. Анимация у нас каждый день на протяжении 14 дней, она постоянно меняется. В основном у нас приездные группы, то есть это откуда из африканских стран, из латинских стран, Россия, СНГ, постоянно меняется программа, то есть скучно не будет. Вечером живая музыка, шоу, танцы программы, дискотека работает, в 11.30 открывается. И до сколько? Да, от 3 утра. Но после 12 напитки платные, алкогольные. Пляж у нас, как вы знаете, в Бельдибе галька, но у нас гальку полностью вычистили. Сейчас я буду показывать отель, посмотрите, у нас песок. То есть все камни убрали, сейчас пляж насыпной, но песочный. Смотрите, на пляже есть пляжный бар, там можно, и также фудкорт находится на пляже. А обедать можно на пляже? Да, можно. Фудкорт, да, фудкорт находится на пляже. Напитки, бар есть, на пирсе есть бар, он бесплатный, сюда входит. Платные на пирсе только кабаны. Кабаны рассчитаны на 4-6 человек, но стол сервируется на четверых. То есть цена 100 долларов, туда входит уже стандартное меню, там будет пицца, турецкая пицца-пиде, гамбургеры, закуски, люксовская бутылка шампанского или вина на ваш выбор. Плюс у вас официант с кнопочкой, то есть вы нажимаете кнопочку, к вам приходит официант, приносит обслуживание. Также сейф, мини-бар, все это входит. На целый день, с 9 утра до 6 вечера, это только ваша кабана, и стоимость за саму кабану, то есть не с человека 100 долларов. А вот это вино, это презент при заезде всем, или это просто... В основном у нас это идет как репит, то есть мы второй раз приезжем, плюс VIP, топ VIP, и если день рождения. То есть на день рождения мы от нашего отеля сами отправляем комплименты, это совершенно бесплатно, это в основном идет торт, вино, либо шампанское. Если это, предположим, свадебное путешествие, свадебный месяц, то опять же мы присылаем шампанское, тортик, либо шоколад. То есть это стандартный набор. А контингент отдыхающих? 70% в России СНГ, 30% это Голландия, Германия, Бельгия и местные турецкие жители. Но это в основном и семьи, наверное, и молодежь? Вы знаете, 50 на 50, то есть отель считается как молодежный, потому что у нас был Мэйфест. Мэйфест сейчас закончился, к нам приезжала серебро, диджей, маньяк. Мэйфест закончился, но и много очень молодежи, и много с детьми, потому что пляж песчаный, в принципе, детками есть чем заняться. А концерты будут в течение лета, или это только... Ну, на Мэйфест именно мы группу приглашаем, в течение лета будут концерты, но какие еще программы нет, на самом деле. Реновации это с прошлого года, или это... Нет, это мы закончили в апреле 2019 года, то есть в этом году свежий ремонт, первая группа. Все номера, да? Все номера абсолютно, то есть у нас даже поменено все абсолютно, даже плитка около бассейна, то есть все заменено. Друзья, вот так вот выглядит данная гостиница. Пишите в комментариях ваше мнение по данной гостинице.